В Афибском городском поселении прошла открытая сессия совета, на которой исполняющая обязанности главы Юлия Вакуленко отчиталась о работе за минувший 2023 год. Поделилась и планами на текущий. Основной задачей, поставленной перед администрацией, является создание комфортной и благоприятной среды для жизни населения. Рассчитывая на слаженную работу команды, поселения, а также поддержку районной и краевой власти, в 2024 году запланировано выполнить следующие мероприятия. В дорожном хозяйстве продолжим выполнять работы по ямочному ремонту дорог с асфальтовым покрытием на площади тысяч квадратных метров. На работу по ремонту дорог с гравильным покрытием планируем приобрести 4000 тонн щебня разной фракции. Кроме того, продолжат весь комплекс работ в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, санитарной очистки улиц поселения в области противопаводковых мероприятий. В этом году планируют завершить работы по сносу аварийных домов в хуторах Коваленко и Водокачка в поселке Афибский. Параллельно в эксплуатацию введут новые многоквартирные жилые дома. На сегодняшний день численность населения составляет порядка 25 тысяч человек. Поселение растет и развивается. Знаковым событием минувшего года названо завершение строительства блока начального образования на 400 мест в Афибском лицее. Директор образовательного учреждения от лица детей и родителей поблагодарила всех причастных к этому событию. Ни для кого не секрет, и всем хорошо известно, насколько переполнены Афибские школы. И как важным для нас было открытие за окончание строительства блока начальной школы на территории Афибского лицея. Это событие свершилось. Это первое школьное здание, построенное в нашем поселке за последние 50 лет. Кроме того, сейчас проектируется возведение нового детского сада на 320 мест. Вопросы от жителей, посетивших сессию, касались благоустройства, сооружения транспортной развязки, соединяющей Афибский с федеральной автодорогой, возможности организации парковочных мест в поселке, работы полиции и дефицита медицинских кадров. Нам действительно не хватает кадров, врачей, медсестер, фельдшеров, скорой помощи. И я не устаю повторять. Вот мы должны с вами все понять. Пока наши дети не будут учиться приобретать профессию врача, кардиолога, эндокринолога и ряда других, когда они не будут становиться фельдшерами, возвращаясь к нам в Северский район, и в частности в Афибское городское поселение, завтра армия врачей к нам сюда не приедет. Более того, мы ежегодно, мы, наверное, знаете, вот на протяжении последних десяти лет привлекаем наших докторов и участвуем, одни из самых активных участников земского доктора и земского фельдшера. В целом, работу администрации в 2023 году депутаты Совета признали удовлетворительной. Положительную оценку дал присутствующий на сессии депутат ЗСК Сергей Орленко и многие из жителей населенного пункта. Конечно, поселок, уже его трудно назвать поселком, это действительно город, 25 тысяч населения. Я скажу, что это имеет полную инфраструктуру, то есть и школа, детские сады, дома культуры, промышленность очень сильно развита. И действительно, вид поселка, я достаточно часто здесь бываю, он очень такой имеет свою такую красоту, свою специфику, это достается, конечно, огромным трудом, трудом всех жителей, потому что здесь и субботники проводятся, и постоянно администрация поселка городского типа следит за санитарным состоянием. И вы знаете, очень редко можно встретить, когда, ну я лично ни разу не встречал, когда что-то не работает. Команда работала четко, сваженно, профессионально, было просто приятно обращаться, всегда получать конкретные ответы и были конкретные действия. Просто с нашей администрацией действительно работать по-другому удовольствию. Юлия Вакуленко в свою очередь поблагодарила коллег и жителей, выказав надежду на дальнейшую плодотворную работу и сотрудничество.